И тема наша вводная. Экономические основы организации фермерских хозяйств. Достаем ручкой тетради. Телефоны можно не убирать. Все-таки студенты уже совсем взрослые и нужно быть на связи. Хотя отвлекаться ученики вряд ли будут. Тут точно знают, зачем пришли учиться. Алексей вот бизнесом раньше не занимался, зато в детстве помогал родителям на ферме. Теперь хочет создать свой проект по выращиванию овощей в теплицах. Как добиться хорошего урожая, мужчина знает. А вот законы рынка пока что окутаны тайной. Планирую подчеркнуть информацию, как вообще организовать свое дело, с чего начать, как его развивать и в дальнейшем продвигать свою продукцию. Сначала знание, а потом работа. А подчеркнуть информацию есть у кого. Лекции проводят ведущие преподаватели аграрного университета. Это все, что касается финансовой грамотности, экономических процессов, менеджмента в сельском хозяйстве. А вот практическим навыкам аграриев обучат специалисты крупнейших компаний региона. Домоте, агрико и экокультура. Лидеры в своих сферах. Тут уже все про поиск покупателя, работу с партнерами и взаимодействие с финансовыми организациями. Кстати, заработала школа фермера благодаря поддержке Россельхозбанка. Ставрополь – один из четырех пилотных регионов страны, где взяли на вооружение новые учебные практики. Возникла идея, а почему бы это не распространить на личное подсобное хозяйство, на фермеров. И почему именно вот здесь, в Ставропольском крае, хороший климат, хорошая энергия солнца, которая позволяет выращивать не только в промышленном масштабе, но и в масштабе крестьянских фермерских хозяйств. То есть фактически перенос знаний от аграрных гигантов на маленькие фермерские хозяйства. В итоге экономическая активность в крае, новые рабочие места и активное развитие агропромышленного комплекса. Направлений в школе фермера три. Овцеводство, овощеводство и крупный рогатый скот. Но в перспективе возможны и дополнительные. Это фрукты, ягоды, хлопок и все, что можно производить на Ставрополье. Мы ждем от фермеров прежде всего результат. Результат он один. Мы должны, чтобы жители Ставропольского края, а в целом Российская Федерация, получили хорошие, доброкачественные продукты питания. Ну и самое главное, чтобы мы могли обеспечить продовольствием свою безопасность. На каждом факультете создали уникальные лаборатории. Это и технологические, и экономического профиля. И мы полны решимости сегодня дать знания, продвинутые, интегрированные нашими учеными. Занятия рассчитаны на два с половиной месяца, и уже в ноябре слушатели школы будут готовы отправиться в свободное рыночное плавание. Ну а там уже куда выведут спрос и предложения. Никита Шишков и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Ну это то же самое, это следует, что это объединение границ, связанное... Редактор субтитров А.Семкин